На что хватает одной солнечной панели и какой бизнес-план я делаю на ней Сегодня погодка у нас, как видите, не сильно клевая для солнечной энергии Но все же, сейчас я вам покажу все и расскажу все параметры Так, вот мой контроллер 0,8 ампер Это то, что мы сейчас будем использовать Заряд идет, инвертор работает Вот счетчик, я все фиксирую, сколько напаливаю Сейчас запущу бетонную мешалку и увидите, как все просядет Специально для людей, у кого сомнения Пока работает бетономешалка Я покажу вам Вот это 0,8 ампер идет на заряд А если будет лучше солнца, когда будет 11 ампер То вся энергия солнечная будет использована бетономешалку А не достающая, брат, с аккумуляторов Так, темно у меня немного Сейчас Галапочку запитаем Так, счетчик продолжает работать У меня этот сарай полностью обесточен То есть, вот старая проводка Она не работает Бизнес План и идеи Вот такие выливаю клумбы из бетона Пока бетономешалка работает Использую резиновые покрышки от автомобилей Здесь скобы Чтобы могла эта конструкция вся раскрываться Колесо отсюда спокойно вылазит На саморезах прикрутил снизу Вот сетка Более-меньший диаметр Какое-то жигулевское колесо Заливаю раствор Делаю один цемент Два песка Четыре щебня Вот такие клумбы получаются Красивые Да, без вибратора работал Потому и погрешности небольшие Но в целом Мне даже очень нравится Это спустя 18 часов Я уже вытащил Оно уже Такое вот У меня вообще много полезной информации По поводу Я сниму кучу видео Что можно с резиновых покрышек делать Подпишитесь и увидите У меня очень много будет интересной информации Вообще у меня на канале много полезной информации Подпишитесь Бетономешалка продолжает работать Аккумулятор у нас просел Ну, 0,7 ампер Это, что вы понимаете Не отчет Надо хотя бы 7 ампер Стабильных Чтобы эта вся система Работала И постоянно у вас Мог работать Аппарат Но За день я так Видео снимал Показывал Можно 11 кубов Ой, не 11 кубов А 1 куб То есть 11 вот таких вот замесов И у меня 1 куб бетона получается Я уже снимал видео Там как отмазку Делал Ну, все такое Вот Показатели Наших аккумуляторов Есть видео Как их восстанавливать Это делать надо раз в полгода Инвертор обычный на 12 вольт Хоть и не чистый синус Но Он не уходит в защиту Из-за того, что здесь Идут провода Ну, четверки Выходит восьмерка От инвертора Это у нас идет От контроллера Это От панель сюда заходит Это уже Аккумулятор Можно инвертор сюда Но я Предпочитаю наклеймы На аккумулятор Ну, и они параллельно С друг другом Подключены вот так Как что подключать Здесь все нарисовано Главное не путать Минусы, плюс Это очень важно Так как это постоянный ток Замыкание случится быстро Данные панели Мощность 280 ватт 11 ампер И 42 вольта Максимум она выдает Значит Суть этой станции Я себе еще вторую панель Установил на 450 ватт Но они немножечко позже А суть такой станции Заключается в том Что у вас всегда есть Электричество Бесплатное Если вы используете Слабое оборудование Если вы используете Более сильное оборудование Тогда у вас Потребляется Из панели солнечной И недостающая часть Берется с аккумуляторов Ну, в момент паузы У вас будут заряжаться Сюда аккумуляторы Если вам надо Вы можете поставить Более мощные аккумуляторы С емкостью Более мощные Там, да Хоть на 300 ампер часов Суть этой панели Что она будет вам постоянно Обеспечивать заряд Этих аккумуляторов А аккумуляторы Будут давать вам столько Сколько вам нужно И чем мощнее У вас будет стоять инвертор Тем больше вы сможете Обеспечить Все это дело Ну, которое вам нужно Использовать То есть Хоть на 2 кВт Лично мой инвертор Это Получается 2 кВт Максимум мощнее А так 1,5 кВт Я больше 1 кВт не использую Для регулярных работ У меня 350 Вт Идет постоянное употребление И инвертор Совсем не греется Такая станция Где-то мне может Дать за день 4 кВт В идеально Солнечную погоду Сейчас будет Очень много Интересной информации Значит Сейчас это все Залью Сарай у меня Полностью обесточен Он будет полностью Подключен Все вытяжки Все освещение Будет полностью Подключено От солнечной панели И зимой И летом Здесь Как я закончил стройку Я сейчас буду здесь Делать отмостку Заливать Здесь будут клумбы Вот такие стоять Выращиваться будет Различная зелень Дорогостоящая Полезнейшая Будут полки Здесь будет Такой специальный Утеплитель С отражателем И здесь будут Специальные лампочки Всюду Думаю Это будет готово Где-то через месяца Полтора Это когда-то был Курятник у меня Все Куры переехали А здесь Будет Полная Модернизация Это будет Классная Утепленная теплица Будет очень классная На улице Вся та же история Я Там сейчас Устанавливать буду Окна И заливать Полы И в общем Кладки Будет стоять Специальная буржуйка Которая будет Отсюда От солнечной панели Гонять Горячую воду И В два дома Будет ее загонять И возвращаться сюда Вытяжки Все будет работать Полностью Абтономно Вот так все выглядит То есть полностью Все будет работать По солнечной Энергии Зимой да Согласен Панели выдают На 15% Максимум От 5 до 15% Но Это На освещение Всякие Слабомощные Вентиляторы В принципе С головой Но Такие клумбы Можно потом Вообще Сеткой Клеем Обойти До плитки Или же Ну Так оставить Но я буду Их Совершенствовать Усовершенствовать И Красить И буду Они быть Очень симпатичными То есть высота Почти 23 см Получается Вот так вот Это 20 Где-то 24 Может Плюс-минус И в общем Можно будет красить Но это на улице Они будут красивые Такие Клумбы А здесь Будет вот так вот На подиуме Чтобы Сильно Не наклоняться В общем Чтобы ни спина Ни колени Не страдали Есть вот такие Аккумуляторы Кстати Не рекомендую Использовать их Для таких Именно целей Почему Потому что В них Доступа Свободного Нет Подливать Дистиллированную Воду Восстанавливать Или доливать Электролит Ну Где-то тоже Вот такой Вот Я использую Именно дешевенькие Дорогие Крутые Мне не нужны Этот аккумулятор Восстановил До 2026 года Его трогать Вообще не буду Раз в полгода Их восстанавливаю Этот я Оставил на него Заводские штуки Я пометил Его тоже надо будет Восстанавливать Скоро сниму видео Вообще есть уже Отснятые ролики Вы можете Перейти по ссылке Посмотреть Все процедуры Все три части Все подробно Как Чего там С содой делать Вот Я уже все отснял Эти Будут потом Устанавливаться Второй солнечной панели Четыре аккумулятора Сразу тоже На 12 вольт Чтоб емкость была больше И там 450 ватт В панели Ну то есть Заряд Обеспечит Нормальный И работу Для более мощного Оборудования Но Для тех Кто не знал Все таки Все равно озвучу Я ничего не рекламирую Покупайте Свой электролит Воду Какую хотите Сами Вода Надо раз в неделю Открывать Крышечки Проверять уровень воды Кто не знал Здесь нарисовано Вот видите Да минимум Максимум Полосочки С этих сторон Вот видно Где минимум Где максимум Это ориентир Основной Сколько воды Нужно заливать То есть Электролит Заливать не надо Только Когда Падает плотность Это сразу Готовый электролит То есть Серная кислота С По-моему С цинком Сразу И С дистиллированной Водой Я когда Уже Сливаю Электролит Я новый В аккумулятор Где-то Почти Четыре литра Уходит С копьем Электролита Чистого То есть Все И Это готовая Плотность 1,275 То есть Электролит Вы заливать Должны Именно Когда Нужна Там Плотность Надо Сотреть Как Это Делать Каплями Добавлять И проверять Плотность Постоянно Вот И потому Дорогой Аккумулятор Не нужен Такого С головой Хватает Всегда У него Есть доступ Открыл Посмотрел Подлил Все Если что Не так Это Только Доливается Вода А если Уже Плотность Вообще Не кокучая Либо Добавляете Плотность Либо Вообще Сливаете И меняете Полностью То что Делаю Я Никому Ничего Не советую Я показываю Только то Что я Прошел То что Я умею Никого Ни к чему Не призываю Вот Если Вы мне Поставите Лайки Я буду Очень Благодарен Старался Именно Для вас Лайки Меня Очень Мотивируют Пишите Ваши Пишите Я о том И сниму